Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня очень интересное видео. Видео слегка за 50, как можно, как стоит одеваться. Сегодня потрясающий пример классного стрит-стайла, я бы сказала. Но на самом деле, нашу героиню я встретила не на стрит-стайле, я встретила ее на почте. И вообще, я поняла, что даже на пробежку мне стоит выходить всегда с камерой, потому что я встречаю огромное количество хорошо одетых людей, которые просто прогуливаются, которые выгуливают собаку. И зрители, которые смотрят мой канал постоянно, много раз видели, что я периодически действительно вставляю. Я прямо-таки выезжаю в садик и вижу, если человек хорошо и классно одет, всегда пытаюсь снять и какое-нибудь ежедневное видео вставить. Итак, вот такая прекрасная героиня, прекрасная сеньора. Но это видео, я думаю, будет полезно посмотреть не только тем, кто в элегантном возрасте, кому слегка за 50, но также и всем, кому нравится хорошо и красиво одеваться. Потому что, повторюсь, это уникальный и очень интересный пример того, как можно выглядеть, как можно одеваться, как можно хорошо и красиво преподносить себя в любом возрасте. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, конечно же, на то, что это пример очень красивого образа в монохроме. Моя героиня никак не разворачивалась таким образом, чтобы я могла показать ее спереди. Но могу сказать, что на ней надета юбка, на ней надет свитер примерно вот такой плотности вязки. И также был шарф. И все это было в одном цвете. Я не знала, как ей удалось таким образом подобрать цвета, но могу сказать, что это очень хороший и очень рабочий прием для любого возраста. И для любого веса. Потому что часто меня спрашивают, Яна, а вот в определенном весе, в определенном возрасте можно ли вот таким и таким образом одеваться? Для любого веса, для любого возраста подойдет такой прием. Если вы обладаете обширным гардеробом, вы можете просто заформировать ваши ансамбли в одном цвете. Либо цвет слегка, слегка будет отличаться. Буквально на тон светлее, на тон темнее. Это тоже будет очень красивый монохромный образ. Очень красиво, очень элегантно. И при этом, на мой взгляд, очень-очень современно. В особенности, если мы возьмем какие-нибудь красивые цвета. Что еще здесь бросается в глаза? Мне и, возможно, вам также. Я совершенно точно вижу, что это образ, закомпонованный по принципу не более двух цветов. Я часто обращаю внимание и сама стараюсь этому принципу безуказнительно следовать. В одном ансамбле, неважно сколько предметов одежды я использую, использовать как раз-таки не более трех цветов. Но, на самом деле, самый выигрышный, на мой взгляд, образы, когда мы используем не более двух цветов. В своих ранних видео я говорила, что принцип не более трех цветов в одном ансамбле действует и относится только к слоям одежды. Он не относится к аксессуарам. Я всегда акцентирую внимание на том, что аксессуары могут быть любыми. Но, как мы видим в данном случае, поэтому этот образ настолько интересен. Если мы вообще в нашем ансамбле полностью, в нашем образе не будем использовать более двух или трех цветов, посмотрите, как гармонично, как красиво это будет выглядеть. На что также я обратила внимание. У сеньора также был брелок достаточно большой, она доставала ключи. И что-то у нее еще было в руках наподобие крупной цепочки. Возможно, это было некое украшение все-таки для сумки. Я обратила внимание, это бросалось в глаза. Возможно, на ней, кстати, также были браслеты. Что вся фурнитура золотого цвета. Мы, кстати, можем видеть даже золотое кольцо. Либо кольцо, возможно, это бижутерия. Оно не золото, но в любом случае это металл золотого цвета. Знаете, это смотрится действительно очень-очень красиво. Я часто тоже обращаю внимание, в комментариях отвечаю на вопрос, Яна, а можно ли сочетать фурнитуру разных цветов, то есть серебряную и золотую. Ну, в общем-то, да, можно. Но на практике выходит так, что фурнитура одного цвета, либо вся серебряная, либо вся золотая, выглядит гораздо-гораздо лучше. Я настолько стараюсь следовать этому правилу, потому что для меня оно, на самом деле, очень-очень работает. Что если у меня пояс с золотой застежкой, на сумке имеется золотая фурнитура, а кольцо мое не золотого цвета, кольцо обручальное я имею в виду. И, на самом деле, я много раз рассказывала даже, что у меня есть обручальное кольцо золотого цвета и серебряного, получается, цвета. Так вот, я не надеваю кольцо вообще, потому что я считаю, что фурнитура одного цвета, бижутерия одного цвета и также украшения одного цвета, это очень-очень красиво, очень гармонично. Добавляет вот прям-таки какую-то невидимую как будто бы деталь образу, которая в итоге вытягивает и поднимает этот образ, как принято говорить здесь на ютубе, действительно на другую стилистическую ступень. Также я обратила внимание, не могла не обратить внимание на ее ногти, ногти, ногти красного цвета, как я люблю, прекрасно накрашены. Я уже почитала комментарии к фотографии, которые я опубликовала, делая анонс этого видео, и многим мне понравилась прическа сеньоры, в то время как я как раз-таки хотела обратить внимание на ее прическу. Это не просто хвостик, это не просто гулечка какая-то сзади, это именно прическа. Я здесь вижу прикорневой объем совершенно точно, он придавался специально, это можно сделать специальными средствами, потому что вот просто такой объемный пучок, низкий тем более, низкий пучок всегда тянет нам объем волос. И, соответственно, мы лишаемся объема. Вот такой объем, он достигается осознанно, поэтому я здесь вижу прическу. Ну и также я вижу заколки, невидимки, которые, безусловно, свидетельствуют о том, что это не просто пучок какой бы то ни было захваченный, это именно прическа сама по себе. Поэтому в плане прически у меня вообще нет никаких претензий, потому что я прическу здесь совершенно точно вижу. Также, что мы можем здесь считать, дорогие зрительницы, любого возраста, несмотря на то, что видео объявлено как анонс, точнее видео объявлено, как можно и стоит одеваться в легатном возрасте. Мы здесь видим внимание к деталям. Я думаю, что оно осознанно, хотя, когда мы посмотрим на эту сеньору, возможно, мы эти детали не сразу считаем. Что значит внимание к деталям? Это внимание, прежде всего, к деталям в аксессуарах. Посмотрите, здесь мы имеем брелок, мы также имеем шарф, который не видно на съемке, мы имеем фурнитуру на сапогах. Это очень и очень красиво. К деталям я также всегда отношу манеру и любовь итальянок носить верхнюю одежду расстегнутой. Многие думают и полагают, что это потому, что здесь тепло и жарко. Но на самом деле я много раз также обращала внимание на то, что это именно способ носить верхнюю одежду. Утепляемся нижним слоем одежды, как это только возможно. Даже легкий пуховик подойдет нам, либо толстый свитер, либо тонкий свитер, плюс толстый свитер, такая многослойность, плюс шарф. Это то, что позволит нам не замерзнуть и по возможности оставляем верхнюю одежду расстегнутой хотя бы с первыми лучами солнца, с первыми весенними днями. Кстати, сегодня 29 февраля и завтра я смогу всех поздоровить, всех модниц и вообще всех своих зрительниц с начала весны. Хотя в Италии очень интересно. Каждый сезон начинается 21 числа. В Италии весна официально начнется только 21 марта. Ну и к деталям я, конечно же, отнесу брошь. И брошь тоже имеет золотую фурнитуру. И это очень красиво сочетается с кольцом. Это очень красиво сочетается с тем, что мы имеем на сумке. Возможно, это что-то родное от сумки. Кстати, очень многие написали, что сумка дорогая. Я на самом деле не могу определить бренд. Безусловно, ручка отсылает нас к Gucci. Но могу сказать, что такие ручки очень часто применяются. Не всегда это бамбук, который, безусловно, увеличивает стоимость той или иной сумки, где такая ручка, такая фурнитура из натурального бамбука присутствует. Напишите мне в комментариях, если бы узнали сумку. Возможно, кстати, это Fendi. Но на самом деле я бы сказала, что сумка недорогая. Сумка это реплика прежде всего. Она очень хорошо сделана. Никак не подделка, никак не фейк. Но реплика какой-то очень известной модели, при этом, скажем так, переосмысленная. Я бы сказала так. Но, опять же, меня просто поражает потрясающее совпадение по цвету пальто и такой сумки. Безусловно, образ очень продуманный. Образ очень и очень грамотный. И заслуживает, на самом деле, всяческого восхищения. Также я почитала комментарии к видео, к анонсу, которые я выложила на своем сообществе. Очень меня повеселила также реакция многих зрителей. Большое спасибо всем, кто меня поддержал, кто понял мое чувство юмора, кто понял мою борьбу по большому счету с ветряными мельницами. Но, тем не менее, я считаю, как блогер, я должна, в общем-то, свою позицию держать четко, ясно обозначивать. И себя не давать в обиду у людей, которые, возможно, в обычной жизни попадают в подобные ситуации с каким-то буллингом, с каким-то обсуждением за спиной, со стыдними и так далее. Большое спасибо всем, кто меня поддержал. Кто меня не поддержал, он уже, в общем-то, не с нами, не на этом канале. Так вот, хочу сказать, что также в комментариях было оставлено мнение о том, что пальто помято. И в определенном возрасте такие детали уже недопустимы. Точнее, упускать такие детали – это уже нехорошо. Я могу сказать, что я лично очень просто отношусь к помятой одежде. Помятая одежда никак, на мой взгляд, не портит того человека, который стоит в помятой одежде. И, в общем-то, я считаю, не портит меня. И к помятой одежде я отношусь очень просто, потому что я знаю, что как раз-таки одежда из натуральных материалов, она заминается просто на раз-два. То есть ты можешь действительно присесть на почте, ожидая своей очереди, встать, и одежда твоя уже очень-очень помята, в особенности в той влажности, в которой мы находимся здесь, в Италии. В Италии очень влажно, что зимой, что летом ты, в общем-то, присела и встала уже помятой, даже если твоя одежда была отглажена. Поэтому здесь я могу сказать, что эта деталь совершенно, на мой взгляд, не портит образ, но, возможно, это мое такое личностное и субъективное восприятие. Ну что ж, дорогие зрительницы, кто посмотрел это видео в возрасте слегка за 50, могу сказать, что действительно хорошо и классно выглядеть можно в любом возрасте. А итальянки и итальянский стритстайл, который я здесь снимаю, он в который раз доказывает, что как раз-таки очень часто, когда у тебя есть чуть больше средств, чуть больше времени следить за собой, это, конечно же, возраст, когда наши дети вырастают, а внуки, возможно, еще не родились, либо уже тоже подросли и стали самостоятельными. Это как раз-таки возраст, когда женщина может снова расцвести. Это действительно прекрасный возраст, в котором очень многие итальянки начинают выглядеть гораздо-гораздо лучше, на мой взгляд, чем, возможно, они же выглядели в молодости. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Мама, мы поедем на поезде? Ну, конечно, поедем на поезде. Яна Скворцова.